Здравствуйте! Это программа 112 в студии Сергей Захаров. Я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. На минувшей неделе на территории округа зарегистрировано 233 происшествия. Из них 12 преступлений, из которых 8 раскрыто. По четырем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 45 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. За неделю произошло три дорожно-транспортных происшествия. Причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники ОМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. С 19 по 20 декабря 2017 года на территории округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» в целях обеспечения неотвратимости наказания за совершение административного правонарушения и повышения эффективности деятельности управления по взысканию административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел. Проверено 152 адреса возможного проживания неплательщиков штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел. С 58 гражданами проведены профилактические беседы о необходимости своевременной оплаты штрафа и ответственности в случае его неуплаты. Вручено 75 квитанций для оплаты административного штрафа. Составно 12 административных протоколов за неуплату административного штрафа в срок. С 20 по 21 декабря текущего года на территории округа проведено профилактическое мероприятие «Автобус-грузовик», которое было направлено на соблюдение субъектами автомобильного транспорта требований, установленных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом в городе Наринмаре. По результатам проверки выявлено 20 административных правонарушений. Из них отсутствие системы Платон, тахографа, также нарушение требований к техническому состоянию транспортного средства и нарушение требований к медицинскому осмотру водителя. В минувшие выходные на территории города Наринмар и поселка Искателей на прилегающих дорогах Ненецко-автономного округа сотрудники окружной госавтоинспекции провели специальное мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого автоинспекторы проверили 180 единиц автотранспорта. Составлено 4 административных материала, из них за управление транспортным средством в состоянии опьянения 3. Не имея права управления, за руль сел один горе-автолюбитель. С 17 декабря 2017 года сотрудник УМВД России по Ненецкому автономному округу, находясь при исполнении служебных обязанностей, пресек противоправное поведение жителей округа, в результате чего правонарушитель нанес полицейскому телесные повреждения. В настоящее время материалы по данному факту переданы в Наринмарский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Для решения вопроса о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации применение насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 17 декабря текущего года около 13 часов в 27 километрах от поселка Красное в районе реки Ортино был произведен незаконный отстрел шести голов важенок северного оленя, принадлежащих сельскохозяйственному производственному кооперативу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским установлено, что незаконный отстрел оленей произвел 29-летний мужчина. Полицейский вон рассказал, что подъехал к месту, где находились олени на снегоходе и стрелял в них, чтобы в дальнейшем забрать туши. Но его спугнул приближающийся к нему снегоход. Сотрудниками отдела дознания УМВД России по Ненинскому автономному округу по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации покушение на кражу. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет. 17 декабря текущего года оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления в ходе проведения оперативного мероприятия в одном из гаражных кооперативов по улице авиаторов выявлен факт сбыта жителям города Наринмара незаконной добытой шкуры бурого медведя. Полицейскими на месте происшествия шкура бурого медведя изъято. По данному факту стражами порядка проводится проверка. Выясняются все обстоятельства незаконного отстрела животного. Сотрудники полиции предупреждают жителей округа, что за незаконную охоту на диких животных предусмотрена уголовная ответственность по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Максимальное наказание предусмотрено санкцией данной статьи составляет лишение свободы на срок до 2 лет. Всех, кто располагает какой-либо информацией о незаконной охоте на животных, просьба сообщать дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26, а также на телефон доверия МВД 8-818-53-421-52. 14 декабря 2017 года в дежурную часть управления поступило сообщение о том, что накануне ночью неизвестное лицо, взломав дверь, проникло в здание организации поселка Каратайка и похитило оттуда металлический сейф, в котором находились денежные средства в сумме свыше 2 миллионов рублей, большая часть которой была предназначена для выплаты заработной платы работникам этой организации. Следственно-оперативной группой МВД, вылетевшей на место происшествия, установлено лицо, совершившее хищение сейфа. Им оказался ранее судимый 18-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что открыл помещение, где находился сейф, взломав навесной замок, висевший на двери. Затем, вытащив металлический ящик на улицу, он открыл его при помощи топора и забрал деньги, находящиеся внутри, потратив в дальнейшем наличные нужны 22 тысячи рублей. Все деньги, кроме потраченных, злоумышленник добровольно выдал сотрудникам полиции. В настоящее время по данному факту следователям УМВД России по Ненинскому автономному округу возбуждено уголовное дело по пункту Б, части 4, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Отдел по вопросам миграции УМВД России по Ненинскому автономному округу напоминает, что паспорт гражданина Российской Федерации подлежит обмену в 20 и 45 лет, а также при смене фамилии, имени, отчества. Обмен паспорта должен быть произведен в течение 30 дней со дня наступления этой даты. По истечении 30 дней возникает административное правонарушение за проживание по недействительному удостоверению личности паспорта Российской Федерации, за которое предусмотрено административное наказание в соответствии с статьей 19.15 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в виде штрафа от 2000 до 3000 рублей. Для обмена паспорта необходимо обращаться в отдел по вопросам миграции УМВД России по Ненинскому автономному округу по адресу город Наринмар, улица Ненинская, дом 20, кабинет номер 7, многофункциональный центр или подать заявление в форме электронного документа с использованием единого портала государственных услуг. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова